Продолжаем и сегодня в честь Дня спортивного журналиста у нас в гостях Валериян Азарян, спортивный журналист. Наш коллега, доброе утро! С добрым утром, да, это самое популярное сегодня приветствие. Да, мы тебя поздравляем с праздником. Спасибо. День журналиста. Скажи мне, пожалуйста, как ты его проведешь, как ты его отметишь, вот так по-своему, уже что-нибудь придумал? Ну, знаешь, специфика работы журналиста, не мне вам, ребят, рассказывают, что обычно праздник мы пройдем на работе, да, вот, наверное, собственно, вот так и проведем. Опять же, сегодняшний день готовит очень много событий, в том числе и спортивных, поэтому будем стараться по максимуму их охватить, что называется. Вот журналист, журналист и рознь. Естественно. Да, все работают на одно, правда, идеи, да, но спортивный журналист, это совершенно, ребята, другое. Вот чтобы, знаете, надо быть в курсе всех спортивных событий и, наверное, даже уметь быть спортивным и спортивным в принципе. Вот глядя на тебя, я понимаю, что ты точно не балетом занимаешься. Спасибо. Не случайно вчера, видишь, на тренировку сходил, чтобы тебя впечатлить. О, а на какую тренировку? Ну, знаешь, мне просто как-то вот ближе все-таки вот занятия с железом, то есть тренажерный зал, то есть вот это вот все. То есть я уважаю все виды спорта без исключения, но мне как-то вот все-таки внутренне ближе к тренажеру. Давно-то к этому пришел? Ты знаешь, пришел еще в университете, но просто вот тогда в силу того, что каждый во время университета взрослее до во время обучения, но я тогда еще не понимал, насколько это важно. А потом мне люди знающие объяснили, что парень, неплохо было бы, если ты хочешь жить долго, счастливый, являть собой какой-то, допустим, какие-то успехи были, неплохо было бы все-таки обращаться. С железочками позаниматься, да? Да, 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 то есть. Это помогает жизни? Очень помогает, это и тонус, это и восприятие вообще в принципе туристов. Вот смотри, ты как спортивный журналист следишь за всеми событиями, за чемпионом каких-то соревнований, мероприятий проходят. Вот я тебя знаешь, как представляю, вот кто-то бежит, 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 первое место, и впереди валерьян для того, чтобы взять интервью, спросить, как это удается, и получается ты главный победитель, потому что на фоне еще многих спортсменов даешь им форы. Нет, 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 видишь, это как минимум не скромно будет, во-вторых, опять же, самый главный победитель это все-таки спортсмены. И просто если ты занимаешься спортом, это мое принципиальное убеждение, ты сам гораздо ближе к собственным спортсменам, тебе проще их понимать, потому что, грубо говоря, ну, если ты не занимаешься спортом, но при этом ты претендуешь на то, чтобы рассказывать про какие-то успехи в нем, да, то в принципе, ну, мало кто из спортсменов может тебе банально верить, а это очень важно в нашей работе. Есть какие-то виды спорта, которые ты еще не освещал? Честно тебе говорю, вот самый главный страх, наверное, это коньки и лошади, то есть вот пока вот к этому я еще не пришел. Пока еще Бог миловал, да? Ой, как же это радостно было слушать. Нет, в плане освещения новостей было, но в плане вот тренировки я вот не пробовал этого, честно. Ну, хочется. Хочется и колется. А ты знаешь, я уверена, что вот ты с легкостью встанешь на коньки, и у тебя получится. Я прямо даже вижу это скольжение. Нет, вот глядя на твою конфигурацию, я думаю, что тебе баланс легко будет держать. Можно будет покатиться просто, упасть и покатиться. Тихо, тихо. Кстати, бокс тоже ему хорошо знаком. Я думаю, что все телезрители хорошо знакомы с программой «Валерьяна. Мой спорт». У нас есть небольшая видеонарезка. Давайте посмотрим, вспомним и улыбнемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажи, пожалуйста, какой вид спорта тебе показался самым сложным, самым трудным? Знаешь, в принципе, вот сказать, что какой-то из них вот самый трудный, это, наверное, будет неправильно. Просто в силу того, что, ну, вот я привык занятия в тренажерном зале, там определенная нагрузка, определенная специфика. А здесь просто специфика программы в том, что необходимо, ну, почти регулярно пробовать разные виды спорта. И, в принципе, мышцы, они просто банально к этому не приспособлены. То есть, знаешь, допустим, если снимаем условное дзюдо или самбо, то потом неделю как-то вот ходишь. То есть резкие перемены нагрузок сказываются на организме. Конечно, конечно, ты универсальный спортсмен. Это самое главное интересное. Универсальный солдат, можно сказать даже. В каждом из этих видов спорта есть своя прелесть. Потому что я вот, честно говоря, в начале, когда, честно говорю, вот до тренировок вот непосредственно, я особо и не понимал, может быть, всей специфики, всей полноты картины, что называется. А вот когда ты изнутри это почувствовал, совсем другое восприятие. Я вот теперь понимаю, что спортивные журналисты, которые работают, к примеру, на радио, там немножко дела обстоят иначе. По крайней мере, не надо осуществлять картинку, вот создавать. Но у тебя, конечно, получается очень здоровски. Вот мне интересно, человек, который такой активный, журналист, ты много думаешь. Я видела, что и шахматы тебе удаются. Это были шашки. Шашки, шахматы, не знаю, доска одна и та же. Дальше, ты очень активный, вот все эти виды спорта. А как ты отдыхаешь? Идешь в спортзал? Конечно, это самый лучший способ. То есть после работы часов в 9-10 вечера вперед в спортзал. Это самая лучшая релаксация. То есть из спорта не вылазишь вообще? Нет, абсолютно. Нет, ну честно скажи, у нас валериян с потрясающим чувством юмора. Я вот даже не знаю, на каком слове ему верить. Самое интересное, я ведь не шутил. Ты серьезно? Конечно. Потому что, видишь, вот сила в движении. Это вот девиз спорта общества «Динамо» и, в принципе, наверное, девиз «Мой по жизни». Завелся, уже остановиться невозможно. Завелся, да, потому что останавливался чревато. Где у тебя кнопка, чтобы раз так и отдохнуть? Как себя мотивировать? Или мотивация возникает сама собой? Мотивация, ты знаешь, вот изначально идея создания этой программы, она возникла, собственно, из мотивации. Потому что вот очень часто, вот у меня у самого очень много знакомых, которые говорят, вот я бы пошел, потренировался. Да вот там дела, там надо с девушкой пойти погулять, там работа. Пойду с понедельника. Пойду с понедельника, да, предварительно заскочу в кафе вечером. То есть, как бы вот обычно вот так получается. Я просто своим примером хотел показать, что даже где-то больно, даже где-то неудобно. Но, в принципе, каждый при желании может пойти. То есть, вот это самое главное, наверное, мотивация. Железная сила воли и характер, наверное, формируют уже довольно-таки целеустремленные. Все по плечу. А так по жизни легче, видишь? То есть, когда сразу ставишь такую планку, ну, как-то вот легче все получается. То есть, о вредных привычках даже можно и не спрашивать. Да были в свое время. Давай лучше не будем говорить о них, наверное. Вот я говорю, посмотрите, во что, в кого спорт превращает вот человека. Мало того, палка из обезьяны, да, труд все это. А спорт красавец, умница. Ты мне краску решила вогнать, что ли? Нет, просто себя мотивируешь, чтобы тоже пойти и заняться хоть каким-нибудь таким спортом. На благо своего здоровья и для того, чтобы... Получила мыть заряд мотивации? Конечно, получила. Когда находишься так в обществе таких энерджайзеров, и сама непроизвольно становишься точно такой же. Можно даже не тренироваться, просто на энергии поднимать. Вот какие сейчас в скором времени самые интересные мероприятия? Ты же в курсе по спорту? Понимаешь, на самом деле, лето в прямом смысле слова – это горячий сезон для любых видов спорта. То есть, сейчас у нас на ближайшие выходные для всех любителей силовых видов спорта будет Кубок Таврики 2015. Он второй раз, по-моему, будет? Даже не второй, там уже счет идет на десятки. Это очень яркое мероприятие, это международный турнир, где-то там примут участие спортсмены из России, Украины и даже Камеруна. Вот как. Твой друг Патрик будет участвовать. Мой друг… Зачем ты так вот? Да, да, друг Патрик, хорошо, значит, все, я приду, дам поболее. То есть, вы опять вот такие железяки будете таскать? Ну, что-то вроде этого, да. Скажи мне, пожалуйста, а вот женщины там будут, вот тоже поднимают железо? Да, самая юная участница, если не ошибаюсь, ей порядка 12 лет. Также будут участвовать женщины, которые и 40, и 50 лет… А это не вредно для здоровья, вот ты как думаешь? При определенной нагрузке, наверное, все-таки не вредно. Специалисты говорят в один голос, что просто необходимо поступательно развиваться. Вот 12 – это как раз-таки самые азы такие. С 12 можно уже начинать. Можно начинать, и тогда… Ну, ты уже упустила свои шансы. Спасибо. Но я могу сказать, что в любом возрасте можно начать. Что это такое? Я думаю, что все мужчины должны заниматься каким-то видом спорта для того, чтобы нас, женщин, носить на руках, помогать носить нам сумки. Вот я знаю, что Валерьян еще и настоящий джентльмен. Если встретите его на улице, смело вручайте все самое тяжелое. Сразу сумки давайте, понесу без проблем. Ну, так все женщины и думают, что спортом мужчины занимаются только для того, чтобы поднимать их, носить сумки, передвигать шкафы. Да? Да. Следующая программа твоя – «Мой спорт». Вот о чем будет? Ты знаешь, сейчас мы пока еще определяемся непосредственно, какому виду спорту она будет посвящена. Так что пока оставим давай это в тайне. Но я буду мечтать, чтобы все-таки увидеть его на коньках. Я уже даже это вижу. Это будет не скоро. Все-таки желаю тебе все получится. Успехов тебе. Еще раз поздравляем тебя с Днем спортивного журналиста. Интересных программ ждем, с удовольствием смотрим. И вот гордимся, что работаем с тобой. Ты классный. Спасибо большое. С бодрым утром. Сегодня у нас в гостях был Валерий Аназарян, спортивный журналист. Тебя сегодня нахвалили в высшей крюшке. Не говори. А ты не завистишь. Видишь, что шурмянцы появились. Продолжаем нашу программу. Может, и они мне что-нибудь доброе скажут, но вы этого уже не слышите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова